здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и винодели зовут меня светлана я биолог по образованию виноградарь по призванию с нами выращивание винограда понятно и доступно сейчас у нас самое время налива ягоды и время поливать виноградник для чего поливать виноградник в это время всем ли это нужно и некоторые тонкости полива мы обсуждаем в нашем сегодняшнем ролике начнем с вопроса для чего самое просто объяснение если мы хотим получить хороший результат если мы хотим получить хорошую крупную ягоду я сейчас говорю о столовом винограде нужно поливать но конечно с поправками на условия на погоду если у вас идут дожди если у вас нормальная влажная почва зачем лить еще то что занадто то не здраво если стоит сухая погода тогда мы поливаем про то какая погода у нас чуть чуть позже поговорим то есть для результата для хорошей ягоды вторая причина о которой я очень часто говорю это профилактика треска простая физиология и даже физика сейчас формируется кожица винограда если стоит опять же сухая погода кожица будет жесткая вот она растянулась до каких-то определенных пределов вот шарик воздушный представьте если мы берем маленький шарик вот мы его надули до определенных размеров вы все дальше он не надуется если мы сейчас поливаем кожица будет растягиваться она будет становиться эластичной и таким образом ей будет проще в дальнейшем справляться с треском смотрите какой нюанс вот погода в средней полосе конкретно даже у нас в беларуси часто бывает конечно в разных регионах по-разному но часто бывает вот момент налива ягоды у нас дождей нету ну или они проходят очень кратковременно вот у нас получается это кожица достаточно такая назовем это плотная а потом в конце августа начале сентября у нас начинался массово дожди бывает на несколько дней за дождит или там сутки идет дождь двое огромное количество воды резко поступает именно поэтому нам нужно влажность вот эту сглаживать примерно делать ее ну плюс-минус постоянной понимаете то есть если бы если бы к примеру у нас там до сентября до октября стояла такая сухая погода то мы могли поливом пренебречь особенно для технических сортов вот часто я слышу а его там же не поливают и вообще поливать не надо регион региону рознь и это надо учитывать надо учитывать наши условия мы не можем в беларуси выращивать виноград как в бургундии мы не можем там не знал в подмосковье выращивать виноград так как его выращивают в шампане нет мы должны руководствоваться нашими конкретными условиями и нашим конкретным регионам и поэтому если мы не хотим вот в сентябре выбрасывать виноград вёдрами а такой вот пару лет назад был у нас засушливое лето мы свой виноградник поливаем уже скажем так эту технологию отработали в течение нескольких лет и увидели результат и вот я помню что все чаты винограды гудели ведрами выбрасывали ягоду потому что она трещала более того я не раз слышала о том что обработка идет винограда допустим калием да вот когда у нас ягода созревает тому же мы начинаем работать над вызреванием лозы и вот обрабатывают и ягода от этого трещит знаете от минимальной влажности опять же у нас август начало сентября росы туманы создается повышенная влажность и если мы вот в это время мучили свой виноградник да мы его не поливали потому что вот там не поливают то будьте готовы к тому что у вас вот может такое произойти и вот чтобы этого не было виноградник нужно поливать как столовой так и технически потому что повторю еще раз если нам повезет у нас конец августа начало сентября или там весь сентябрь будет сухой да у нас все классно и в принципе там в технических мы больше не на урожайность работаем а на качестве ягод на качество ягоды все у нас тогда все будет классно но если пойдут дожди то наша ягода над которой мы весь сезон работали ее порвет и сразу пару слов о кальциевых подкормках тоже вот часто менее чтобы не было треска надо давать кальций 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 да это действительно так кальций при способствует профилактике треска до способствует его предотвращение ну давать его нужно с умом опрыскивание кальцием я уже в каком-то из роликов говорим кальций передвигается простение вверх если мы пырскаем лист ягоды у нас внизу он не пойдет вниз к ягоде понимаете он как попал в лист он там и останется он может вверх подвинуться на нарастающий лист и все более того потребность винограда в кальций когда он берет его извне это начало цветения потом он уже расходу те запасу не берешь что-то новое и вот эти вещи нужно учитывать опять же кальций хорошо давать под корень но буквально недавно мы с вами говорили о зале мы с вами говорили о желтых листьях если мы вот этого самого кальция дадим больше защелочим почву то мы можем столкнуться с хлорозом да они на всех сортах но тем не менее мы можем с этой проблемой столкнуться то есть с любыми удобрениями надо быть аккуратными и осторожным конечно есть специальные комплексы которые предотвращают треск некоторые виноградари их успешно используют вот насколько у меня так на слуху брексил что-то может быть еще говорю сразу мы не используем ничего мы вообще минимизируем скажем так расходы на виноградник тем не менее ну сказать что мы сто процентов не сталкиваемся с треском это будет неправильно конечно иногда сталкиваемся но он у нас минимальный и повторю отработанная технология полива вот она работает и сейчас момент налива ягоды это то время когда виноградник нужно полить и вот в поливе тоже есть определенные тонкости раньше я как-то не акцентировала на это внимание но сегодня мы остановимся подробнее наиболее частый ваш вопрос вот когда я рассказываю про полив вы спрашиваете так а сколько поливать и вот этот вопрос самый сложный здесь нет какого-то универсального ответа сколько ведро 234 очень многое зависит от состояния почвы от того насколько она высохла от ее структуры от того как она берет влагу пойдемте смотреть пример обратите внимание какая здесь зеленая трава какой хороший красивый клевер яркий да и активно цветущий виноградник поливали поэтому и трава здесь такая а теперь посмотрите вот этот участок трава сильно выгоревшие потому что здесь не поливалась у нас стоит такая теплая и очень сухая погода в начале вот с мая у нас не было дождей в течение двух месяцев потом какие-то небольшие дождики проходили потом опять было сухо ну вот вчера прошел дождь например в городе немецкий там даже город топило он был достаточно сильный ну у нас так себе и сейчас мы с вами посмотрим как промокла земля от этого дождя вот здесь у нас корчевали пение мне просто проще всего будет как не здесь вот посмотрите мы видим что земля пропиталась влагой только сверху ну сколько ну ну сантиметров 6 может быть может быть чуть больше и все кажется дождь прошел и вроде бы он довольно был сильный но земля сухая она только сверху сделала видимость что она промокла и теперь представьте что вы поливаете ваш виноградник там ведро 2 вылили под корень и что вы сделали вы промочили опять же только вот этот верхний слой я специально вам это показала вот с одной стороны нам кажется прошел дождь не надо поливать до либо мы сами немножко полили но мы наоборот даже сделали хуже корни у нас расположены на глубине сантиметров там 25 до 30 ну это глубина посадки в нашем регионе там сухо там уже все ресурсы исчерпались а где-то сверху чуть-чуть поступает водичка любое растение корнями ну большинство да мы не берем корни плоды типа морковки идет туда где есть питательные вещества где есть благоприятные условия мы чуть-чуть полили и этим мы стимулируем рост поверхностных растяных корней как бы в нашем регионе ничего плохого от них нету мы ничего с ними не делаем и не избавляемся но не надо их стимулировать их рост если мы поливаем то полить нужно хорошо и смотрите касательно полива под корень где у нас корни корни винограда разошлись в стороны они не сидят вот здесь если только мы не делали подкормочный узел корни разошлись вот туда вот они вот здесь вот вокруг а если мы поливаем вот сюда то корням всасывающим корням достается очень мало и опять же мы проделали скажем так ну ненужную работу мы что-то сделали но эффекта хорошего эффекта мы не получим пролив под корень вот вот сюда он хорош вот для таких молоденьких кустиков у них еще корневая не успела разбежаться сильно по странам если мы ведем речь вот о таком кусте то не под корень надо поливать почву вокруг и проливать ее достаточно хорошо если у нас вот есть подкормочные узлы подкормочные трубы то как раз таки основные всасывающие корни опять же виноград идет туда где вкусно где хорошие условия они сосредоточены вокруг этих ям и там все просто мы в трубу залили вода вглубь поступила впиталась и там виноград получил все что ему нужно если у нас этих труб нету то мы льем по поверхности вокруг куста и еще смотрите когда у нас сильно почва пересыхает и очень трудно взять влагу и поэтому вот вы поливаете и видите уже лужа стоит думать о уже я до лужи долил нет надо смотреть что там в глубине сомневаетесь возьмите копните лопаткой посмотреть это в принципе грядки что же если вы поливаете да то вы примерно представляете состояние вашей почвы и раз мы уже коснулись тему полива то пару слов про молодые кусты смотрите если у них наблюдается очень бурный активный рост и прям такие лозы зеленые зеленые лозы большие хорошо растут уже можно не поливать пусть уже идут процессы на возревание если кустики маленькие слабенькие то еще вполне можно осуществлять полив и смотрите пока ягода твердая да пока она наливается поливать можно вот вообще хорошо хорошо если мы в этот момент ничего не делали опять же дождей у нас не было либо они шли очень мало а ягода уже начала размягчаться и окрашиваться то вот здесь нужно быть осторожным потому что если мы сразу дадим большой объем воды то мы сами можем спровоцировать треск да такое тоже может быть поэтому как только вот ягода начинает размягчаться и окрашиваться опять же мы понимаем что в перспективе но мы же все равно знаем погоды нашего региона понятно что год на год не приходится ну примерно мы все это представляем поэтому тоже знаем будут в перспективе дожди могут быть в перспективе дожди мы начинаем поливать но начинаем тогда поливать постепенно вот там можно сегодня ведро завтра ведро то есть в таком случае лучше меньше но чаще постепенно увеличиваем эту влажность и в таком случае опять же это будет профилактика треска года два назад на виктории уже была ягода полностью окрашен но еще не совсем созревшая тоже стояла жаркая сухая погода я вот ходила каждый день по чуть-чуть поливала даже бывало два раза в день меня на то были возможности меня на то были было время и потом когда зарядил дождь на сутки виктория оказалась целой оставлю кстати ссылку на тот ролик вот в каком состоянии у нас была ягода то есть мы ее спасли но до пришлось приложить некоторые усилия конечно вы можете возразить что а зачем сидеть сорта которые трещат да действительно это сортовой признак и одни сорта больше подверженную треску другие меньше но поймите что у каждой клетки есть свой предел если грубо говоря при нормальных условиях у нас какие-то сорта не трещат когда проходят периодически дожди до будет более-менее всему лес за грибами ходим вот то при каких-то аномалиях дать гарантии что ягода не потрещит никто не может даже сама устойчиво сорта могут порвать и надо потом говорить что вот продавец меня ману он говорил что у него не трещит а у меня трещит потому что годы были такие да вот вот пришел год другой опять же по этому году с побит рекорд 45 года по засухе уже вплоть до того в новостях говорили что с урожаем будут проблемы потому что колос не наливался вот зерновыми настолько сушена была земля и потом пошли дожди но они даже шли очень локально вот у нас здесь дождей было крайне мало я вам показала почву где-то рядом буквально 5-6 километров другая деревня у них проходили дожди такие что вода стояла в борозных и и у них хорошо им не надо поливать а мы все поливаем и поливаем поливаем и поливаем весь огород то что у нас сухо вот 5-6 километров поэтому нужно учитывать ваши конкретные условия только в каждых конкретных условиях каждый куст поведет себя по-разному подводим итог нашему сегодняшнему разговору если мы хотим получить хороший результат получить крупную ягоду получить целую ягоду и даже получить во время ягод при дефиците влаги растение нужно поливать но как я вам уже сказал полива тоже есть свои тонкости и поливать нужно так чтобы вода все-таки достигла цели до достигла корешков ну а дальше вы уже смотрите по вашим возможностям не у всех есть возможность обильных поливов почва тоже разная по разному влагу напитывать поэтому все примеряйте на ваши конкретно условия и конечно на ваши возможности надеюсь видео было вам полезно большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда примерно в начале сентября мы планируем его обновление и наш контакт до новых встреч